Всем привет-привет и добро пожаловать на Кэйзи Сайнс, на очередной эпизод уютного утреннего кофе, в котором мы подтягиваем наши любимые виды кофе и рассказываем о самых захватывающих и впечатляющих научных открытиях со всего мира каждую пятницу и каждый понедельник. И сегодня у нас есть свежая подборка из 10 невероятных результатов исследований, которые заставят вас поразиться чудесам науки. Итак, независимо от того, пьете ли вы свою первую чашечку кофе или третью, не забудьте сесть поудобнее, расслабьтесь и давайте погрузимся в десятку самых почетных упоминаний этой недели после заставки. Итак, статья номер 10. Скрытые места полярной звезды. Новый взгляд на эту самую звездочку. Вы когда-нибудь задумывались, что делает полярную звезду такой особенной? Исследователи из университета штата Джорджия обнаружили, что полярная звезда, которая веками служила ориентиром для мореплавателей, имеет пятна на своей поверхности, совсем как Солнце. И вы можете спросить, почему это исследование так важно? Что ж, понимание этих пятен помогает астрономам узнать больше о возрасте, структуре и, конечно же, эволюции этой звезды. Результат показывает, что даже у самых знакомых звезд на нашем небе есть секреты, которые еще предстоит раскрыть. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть на полярную звезду, помните, это больше, чем просто маяк в ночи. Это звезда с характером. По мере того, как мы разгадываем тайны звезд, давайте сосредоточимся на Земле. И посмотрим, как крошечный сдвиг в генах может изменить все. Статья номер 9. Вы когда-нибудь задумывались, откуда ваши гены знают, что и когда нужно делать? Ученые из Университета штата Вашингтона обнаружили новый, скажем так, код, управляющий активностью генов, который может привести к прорыву в медицине и биотехнологиях. Ведь этот новый код помогает нам понять, как гены включаются и выключаются, что является важнейшим процессом для развития, профилактики, лечения заболеваний. Результаты могут привести к разработке более целенаправленных методов лечения генетических нарушений, что еще на шаг приблизит нас к персонализированной медицине. И небольшой вопрос для Вас. Как, по Вашему мнению, это открытие может изменить будущее здравоохранения? Исходя из внутренней работы наших генов, давайте рассмотрим, как древняя мудрость может вдохновить на будущие медицинские прорывы. Статья номер 8. Сердце питонов. Секреты лечения сердечных заболеваний у рептилий. Вы когда-нибудь задумывались, является ли животное ключиком к здоровью человека? Исследователи из Университета Колорадо в Боудлере изучают питонов, чтобы раскрыть секреты, которые могли бы вдохновить на новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь питоны обладают уникальной способностью быстро увеличивать размер своего сердца после приема пищи. И понимание этого процесса может привести к разработке новых способов лечения или даже профилактики сердечных заболеваний у людей. Результаты показывают, что имитируя этот процесс, мы могли бы разработать методы лечения, которые помогут сердцу восстановиться после повреждения. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите питома по телевизору, например, помните, это не просто удивительное существо, оно может стать ключиком к спасению жизни. Пока мы думаем о сердце, давайте обратим наше внимание также на продукты, которые мы едим, и на их скрытые риски. Статья номер 7. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, может ли ваша диета тайно влиять на ваше здоровье? Новое исследование, проведенное отделом эпидемиологии MRC при Кембриджском университете, показало, что употребление в пищу слишком большого количества красного и или обработанного мяса может значительно увеличить риск развития диабета второго типа. Ведь в условиях роста заболеваемости с сахарным диабетом второго типа во всем мире понимание рисков, связанных с питанием, имеет решающее значение. Результат показывает, что сокращение употребления красного и обработанного мяса может стать простым, но эффективным способом снизить риск развития диабета. Небольшой вопрос к вам. Не подумываете ли вы о том, чтобы отказаться от употребления, например, красного мяса после того, как услышали это исследование? Насколько важна диета в профилактике заболеваний по вашему мнению? Давайте обсудим эту тематику. И поскольку мы рассматриваем влияние нашего рациона питания, давайте перейдем к тому, как важно быть готовым также к неожиданностям, особенно в условиях нашего меняющегося климата. Статья номер 6. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как защитить себя от растущей угрозы дыма от лесных пожаров? Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе разработали план действий в режиме реального времени, который может или даже поможет пациентам с заболеваниями легких справиться с задымлением от лесных пожаров. Почему это исследование так важно? Что ж, учитывая, что лесные пожары становятся все более частыми и интенсивными, этот план может спасти жизнь людям с хроническими заболеваниями легких. Результаты показывают, что, как обычно, раннее вмешательство и индивидуальные рекомендации могут значительно снизить риски для здоровья, связанные с задымлением от лесных пожаров. Поэтому, в следующий раз, когда вы услышите о лесном пожаре, помните, наличие плана может все изменить. Поскольку мы работаем над защитой нашего здоровья, давайте рассмотрим открытие, которое может революционализировать материалы, которые мы используем каждый день. Статья номер 5. Вы когда-нибудь задумывались, могли бы мы создавать более качественные и экологичные материалы? Ученые из Технологического института Джорджия используют искусственный интеллект для открытия новых полимеров, которые могли бы заменить пластик в повседневных изделиях. Ведь, учитывая небывалый высокий уровень загрязнения окружающей среды пластиком, поиск экологически чистых альтернатив имеет решающее значение. Результаты показывают, что искусственный интеллект может действительно идентифицировать полимеры, которые не только прочнее и легче, но и поддаются биологическому разложению. И небольшой вопрос для вас. По вашему мнению, ИИ определит будущее экологически чистых материалов или же нет? Ну, а пока ИИ создает материалы будущего, давайте погрузимся в человеческий мозг и посмотрим, как мы могли бы улучшить, понять или даже лучше понять наше осязание с статьей номер 4. Вы когда-нибудь задумывались, как ваш мозг обрабатывает ощущение прикосновения? Исследователи из университета Раттнгерсе обнаружили новый способ контролировать осязание, манипулируя определенными проводящими путями мозга. Это открытие может привести к разработке новых методов лечения таких состояний, как, например, хроническая боль или сенсорное расстройство. Результаты показывают, что воздействием на эти пути мы могли бы разработать методы лечения, которые могли бы или помогли бы людям восстановить чувство осязания или же уменьшить будут. Поэтому в следующий раз, когда вы будете к чему-то прикасаться, подумайте о невероятном процессе, происходящем в вашей голове. От загадок разума давайте перейдем к изучению экологических проблем, с которыми сталкиваются наши океаны также. Статья номер 3. Подкисление океана. Скрытая цена углеродного загрязнения. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как наши действия влияют на океаны также? Исследователи из университета Делавера обнаружили тревожные данные о том, как производимый человеком углекислый газ усиливает подкисление океана, угрожая морской флоре и фауне. Ведь подкисление океана может привести к разрушению морских экосистем, затрагивая все, от коралловых рифов, которые все так любят, до рыб, которые мы, например, употребляем в пищу. Результат подчеркивает настоятельную необходимость сокращения выбросов углекислого газа для защиты наших океанов. И снова же небольшой вопрос для вас. Какие действия вы предпринимаете, чтобы уменьшить свой углеродный след и защитить наши океаны? Предпринимаете ли вы что-то? Поскольку мы забудемся о здоровье наших океанов, давайте перейдем к новой технологии, которая могла бы обеспечить безопасность и здоровье нашего стареющего населения. С статьей номер 2. Мозговые волны и профилактика падений. Новые надежды для поживых людей. Вы когда-нибудь задумывались, можем ли мы предотвратить падения до того, как они произойдут? Очень интересно. Новое исследование, проведенное Американской академией неврологии, показало, что мониторинг мозговых волн может помочь прогнозировать и предотвращать падения у поживых людей. Почему это исследование так важно? Что ж, падение является основной причиной травм и, к сожалению, смерти среди поживых людей. Результаты показывают, что носимые устройства могут отслеживать мозговую активность и предупреждать людей о падении, потенциально спасая им жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, что ваш близкий человек рискует упасть, представьте будущее, в котором технология будет обеспечивать его безопасность. Ну и, конечно же, самое главное, не забудьте помочь этому человеку. Вместо защиты наших близких, давайте также рассмотрим, как древние организмы могут помочь нам бороться с современными болезнями. Статья номер один. Древние бактерии. Будущее антибиотиков. Вы когда-нибудь задумывались, могут ли древнейшие формы жизни на Земле стать ключиком к созданию новых лекарств? Ученые из университета Джона Хопкинса обнаружили древние бактерии, которые вырабатывают соединения, которые могут потенциально привести к созданию следующего поколения антибиотиков. Почему это, если это не так важно? Что ж, в условиях растущей устойчивости к антибиотикам поиск новых источников антибиотиков имеет решающее значение. Ведь и результаты показывают, что эти самые древние организмы могут стать в некоторой степени кладезом новых лекарств для борьбы с супер. Бактериями. И небольшой вопрос для вас. Считаете ли вы, что нам следует больше инвестировать в изучение древних и отдаленных мест для создания новых лекарств? Давайте обсудим. И вот вам 10 удивительных открытий, которые напоминают нам о том, насколько на самом деле разнообразен и увлекателен мир науки. Но прежде чем мы уйдем, давайте немного также заглянем в историю в нашем сегменте в этот день. Приз за первый полет с помощью человека в 1977 году, где Брайан Аллен, управляя воздушным судном Госсе-Маконда, получил приз Кемера, что ознаменовал первый успешный полет с помощью человека. Представьте себе, кого это преодолевать гравитацию с помощью одних только ног. Первая фотография Земли с Луны в 1966 году, где аппарат Lunar Arbiter 1 сделал первую в историю фотографию Земли с Луны. Это культовое изображение восхода Земли ознаменовало собой грандиозный шаг в освоении космоса и также фотографии. И телескоп Галилея в 1609 году, где Галилео Галилей продемонстрировал свой телескоп, открыв небеса для исследования и навсегда изменив наш взгляд на Вселенную. В остальном, я надеюсь, что сегодняшний эпизод разжег ваше любопытство и дал вам новую пищу для размышлений. Не забудьте сообщить нам, какое открытие поразило вас больше всего и поделиться своим мыслям по поводу вопросов для обсуждения. Помните, что мы стремимся быть в курсе событий, проявлять любопытство и, конечно же, оставаться уютными. До следующего понедельника! Продолжение следует...